Ради Хабиров приказал министру транспорта убрать пазики с улиц Уфы в 2021 году. В столице Башкирии инвесторы готовы реставрировать памятники архитектуры, но не могут этого сделать. В Уфу съехали силачи со всей России, чтобы получить титул «Урал-Батыра». В 12.00 каждого дня все ваши заслуги обнуляются. Ну и говорил еще, что все наши косяки удваиваются, образно говоря. 2020 год подходит к концу, а потому его итоги решили подвести даже в правительстве республики. Начали с финансового вопроса. Так, если верить докладу министра экономического развития Рустама Муратова, по результатам года республика ожидает объем инвестиций в размере 350 миллиардов рублей. 32 территории обеспечили рост инвестиций. Здесь республика устойчиво занимает второе место в Приворском федеральном округе и 13-е в России. По году ожидаем темп роста инвестиций не ниже данных показателей. В сумме планируем достижение 352,4 миллиарда рублей, при среднероссийском сокращении на 6,6%. После этого было решено обсудить вопросы более насущные. Например, транспортную реформу, которая длится с 2018 года. Дизайн автобусов сменили, ввели транспортную карту, а вот старые пазики с дорог так и не исчезли. Когда это случится, не смогли определить и в этот раз. Но примерные сроки исчезновения допотопных автобусов обозначить все же удалось. Как это сделать, говорить не стали. Да, Иван Игоревич, я что хочу сказать, что я дал поручение пазика в следующем году, вы, наверное, забыли. Пазика в пуфе в следующем году нет. Услышал. Не услышал, а есть. Если не на автобусе, то на самолете жители Башкирии смогут скоро слетать в Европу или в Азию. Поручение вовремя открыть воздушное сообщение тоже было дано на оперативке. Но едва ли у некоторых хватит денег на поездку за границу. Безработица выросла до предельного уровня. А значит, и с финансами у многих проблемы. За этот год у нас уровень безработицы вырос в шесть раз. В шесть раз. Понятно, это носит несколько искусственный характер. Это не потому, что в шесть раз сократились предприятия. И мы уже по итогам последних двух или одного месяца фиксируем, что она начала падать. Эта цифра страшная. Но эта цифра очень большая. Если некоторые из взрослых лишились работы, то дети в 2020 году потеряли возможность полноценно учиться. Такой удар пришелся на систему образования. И приходилось на ходу. Помните, в марте перестраиваться на дистанционное образование? Все полетело. Значит, ничего не получалось. Учителя не были готовы. Но научились же. Потихонечку перешли. Да, конечно, там есть много изъянов. Мы понимаем. Да, это не лучшие формы. Гораздо лучше, когда все-таки образование очное. Но тем не менее, мы систему образования не остановили. До сих пор школы не стали очагом распространения инфекции. Поблагодарить за это, несомненно, нужно врачей. А вот орден генерала Шеймуратова за спасение людей в условиях чрезвычайной ситуации, по мнению правительства Башкирии, должен получить министр здравоохранения республики Максим Забелин. И я просто решил, что наш министр, который, по сути, выстоял в это тяжелое время, не дрогнул ни разу. Не видел растерянности в его глазах. Очень компетентен, что самое главное, был. Очень настойчив в организации здравоохранения. Это вызывает очень глубокое к вам уважение. Завершилась оперативка итогами, которые порадовали ради Хабирова и крайне разочаровали некоторых парней. Сто процентов призывников от намеченного плана отправились в армию, и Новый год встретят не с семьей, а со своими сослуживцами. Егор Полторыхин, телеканал ЮТВ. Осматриваем те здания, в которых убирались, и видим просто удручающее печальное зрелище. Пожар, нашествие бомжей и кража ворот. За последние два года усадьба Бухартовских в Уфе пережила многое. Некогда роскошный дом, в котором жила семья городского полицемейстера. Сегодня больше похож не на памятник культуры, а на памятник равнодушию и варварству. В марте этого года у нас произошел грандиозный пожар. Когда мы, общественность, вышли с одиночными пикетами, глава республики взял под речный контроль реставрацию этой усадьбы и пообещал, что она будет в ближайшее время незамедлительно обретет хозяина и начнутся реставрационные работы. Однако практически прошло 9 месяцев, и мы с вами видим, что никаких продвижений в этой области нет. Единственная хорошая новость – усадьба попала в число объектов, которые восстановят к 450-летнему юбилею Уфы. В столице Башкирии действует программа «Рубль за метр». По ней инвестор берется восстановить архитектурный памятник за свои деньги, а потом получает его в аренду на 49 лет, символической платой в размере 1 рубль за квадратный метр. Однако своего развития программа не получила. Имеется несколько инвесторов, и эти инвесторы обращались к главе республики с официальными заявлениями, обращались официально и в администрацию Уфы с требованием или с просьбой выставить усадьбу на торги, чтобы можно было взять ее в аренду по программе «Рубль за квадрат». Однако за этот год администрации Уфы нет, но здание ни один объект культурного наследия на торги не выставил. Причину мы с вами не знаем. Нам ее просто официально, публично не сообщают. В прошлом году мэрия решилась выставить на торги дом Тихониных. Кирпичный особняк был построен в конце 19 века. Он является объектом культурного наследия республиканского значения. Однако реставрации здание так и не дождалось. Тем не менее, буквально через несколько дней застройщик «Стройтек» обратился с заявлением в арбитражный суд республики Машкортистан и наложил арест в виде обеспечительных мер на проведение торгов. И, естественно, все эти торги автоматом были заморожены и отменены. Самый яркий пример успешной реализации программы «Рубль за метр» – реставрация образцовой хлебопекарни Егоршина. Преобразилось здание благодаря Павлу Мазину и команде архитектурного бюро проекта. К сожалению, эта история скорее исключение исправил. Он сам лично просто осматривал квартал, увидел разрушенное здание кирпичное, сам обратился с заявлением о выявлении, выявил как памятник, включил его в перечень выявленных объектов культурного наследия и забрал через торги. Так как большинство памятников культуры находятся на балансе города, мэрия несет за них ответственность. Но по версии Управления по госохране объектов культурного наследия администрация не всегда успешно справляется со своими обязанностями. Итог – штрафы на сотни тысяч рублей. Деньги, которые могли бы реально помочь законсервировать одномоментно все памятники Уфы, элементарно хотя бы законсервировать до момента, когда реально пройдут торги и начнутся реставрации. Вместо этого администрация Уфы просто получается из муниципального бюджета оплачивать штрафы. Это ведь не маленькие, от 100 тысяч рублей. Реконструкцию усадьбы Бухартовских оценивают в 50 миллионов рублей. По словам Эльзы Маулимшиной, уже есть инвесторы, готовые вложиться в ее восстановление. Однако в администрации Уфы подробной информации нам сообщить не смогли. Андрей Шарыгин, Лилия Галямова, телеканал ЮТВ. В Уфе прошел открытый республиканский турнир по силовому экстриму Урал-Батыр. Атлеты из Башкирии, Ханты-Мансийского автономного округа Москвы, Мурманской, Липецкой, Пензенской и Челябинской областей приехали в столицу республики, чтобы выявить сильнейшего. Одним из немногочисленных зрителей стал Радий Хабиров. Ну, во-первых, хочу отметить то, что благодаря поддержке руководства республики Башкортостан и моему другу-коллеге, самому сильному человеку России, сильнейшему человеку мира, Эльбрусу Хамидовичу Нигматуллину, этот турнир все-таки состоялся в период пандемии, потому что сейчас на территории Российской Федерации не было турниров подобного уровня. Поэтому огромная благодарность, мне как президенту Федерации приятно, что несмотря на такие условия, ограничения, мы все-таки проводим этот турнир, пусть в онлайн формате, грубо говоря, без зрителей. Приехали настоящие фанаты своего дела, которые любят это дело, не потому что их кто-то заставил, не потому что им кто-то за это платит деньги, то есть они это делают от души. И глядя на них, даже я понимаю, что с такими ребятами можно преодолеть любую сложность. А для завершения года лучше не придумаешь. Десять атлетов соревновались в пяти дисциплинах. Хват батыра, подъем бревна, фермерская прогулка, кантовка и становая тяга автомобиля. Золото взял 23-летний Давид Шамей, представляющий Белгород и Москву. В Офе он установил рекорд России, который будет официально зарегистрирован. Мужчина продержал деревянные столбы более 55 секунд. 48, 49, 50! 55 секунд, друзья, 55 секунд! Турнир хороший, интересный, по организационным моментам вообще все четко. Вот, уровень, ну, мне легко. Нас очень мало, и мы все друг друга знаем, все с друг другом пересекаемся постоянно. То есть вот ребята с Москвы, я с ними уже турниров 10-15 провел. Вот, мы все друг другу помогаем, как одна такая семья большая. Второе и третье место заняли силачи столицы России. Башкирская команда верит в лучшие результаты в будущем. Я понимал, с кем надо бороться. Вот, для меня, в принципе, упражнения знакомы, но единственный, наверное, минус в том, что я не готов к этим весам пока. Ну, дай бог, сейчас вот потренируемся. Дай бог, он все-таки, думаю, нас поддержит в этом деле. И надо делать результаты, надо делать, надо показывать результаты. И думаю, что команда башкирских атлетов еще покажет. Пандемия коронавируса делает жизнь непредсказуемой. Поэтому, когда пройдет следующий турнир по стронгмену, организаторы не знают. Эльна Рахасанова, Андрей Шарыгин и Роман Нугуманов. Телеканал ЮТВ. Здраво, меня зовут Мир Коздравич. Ни для кого не секрет, что 2020 год стал одним из самых сложных в истории Новой России. Труднее было только после дефолта 98-го. Как пандемия, экономический кризис и другие напасти повлияли на жизнь уфимцев. И чем им запомнился этот 2020-й? Давайте узнаем об этом прямо сейчас. Погнали! 2020 год заканчивается? А что произошло у вас хорошего или нехорошего? Вроде ничего особо не произошло. Не пойми, что. Ну, вроде и не очень. Да, нормально все. Все, короче, стабильно, ничего такого не происходило. То есть у вас иммунитет к событиям абсолютно? Конечно. Ну, довольно сложно все. Ну, просто какие-то, не знаю, неудачи, может быть. Печень посадили. Ну, кушали всякое, естественно. Вы про это же говорите? Да, да. С учебой вообще проблемы. Посаженная печень. У меня собака умерла. О, господи. Так, стой. Не знаю, для кого-то он может быть позитивным или нет. Не знаю. Мне понравилось. Много замечательного произошло. Заработок может и вырос чуть-чуть. А, может. А может и не вырос. Может и не вырос. Может и не вырос. Ну, мне было весело в какой-то момент, а какой-то нет. Я активно работала, все сидели на удаленке. И, слава богу, я здоровая, все хорошо. Я бизнес свой начал. Очень вовремя, конечно, решили. И нормально пошло. А что за бизнес, если секрет? В металлургии. И поперло. Да. Я встретил очень хорошего человека в этом году. Одного всего за весь год, что ли? Ну, с этим человеком, я думаю, я надолго уже. О-о-о. Да. Ну, знакома пошла. Тем вы и посадили печень. Да. Попробовал себя в танцах. Она меня туда и затащила как раз таки. То есть танцы из вашей жизни ушли, а девушка осталась? Да. На пару мастер-классов сходить успел. Барбером работаю. Скилл повысили в этом году? Или, может, и не повысили? Может, и не повысили. Может, и не повысили. Все, у нас шатковалка. А вот в России или в Башкирии что-нибудь запомнилось вам из событий? Что произошло? Это все болезни. Конечно, пандемия. Конечно, сокращения некоторые. Границу прикрыли. А вы прям любили путешествия? Ну, я и сейчас люблю. Путин не ушел до сих пор. Не ушел. Самый главный. Да, самый главный. Это главная радость у вас. Есть хоть одна хорошая новость вот в этом году в стране у нас? Новый год скоро. Вот, видите? Кому спасибо? Ну, точно не правительству. Для России. Писался от всех новостей, знаете ли. Устали? Да. А может, и не устали? А может, и не устал. Мне очень сложно поразиться. Все, что вы не встречаете, это ничто по сравнению с тем, как вы танцуете. Ну, грубо говоря, я человек с хорошим своими мнениями. Вот смотрите, вы раньше путешествовали, сейчас вы не путешествуете. Как вы восполняете вот эти пробелы? Я по городу путешествую. А, по городу? У нас отличный город. Вот что я могу сказать, если кратко. Я не из Уфы, чтобы ваш город судить. А откуда? С Магнитогорска. В Магнитогорске что произошло? Тоже не знаю. Я же в Уфе. Дворы ремонтируют, детские сады, площадки хорошие, хорошие делают. Делали, у нас не доделали. Ну, у нас не доделали. На биг-байе сказали. У нас не доделали? Конечно. Средства есть, делают. Кончился, все. Знаете, мне даже старые гаражи нравятся. Видите, мы прекрасный Уфа, что у нас много хороших гаражей, правильно? Если будет, да, сделаем. И надеемся, что в 2021 году гаражей станет больше? Нет, вот не хотелось. Не хотелось бы этого. Нет. Что ждете от 2021 года тогда? Ничего уже не жду. Что будет, то и будет уже. Ни на что не надеетесь? Вообще не надеюсь. Ой, я много чего хочу. Ну так, давайте. Новую квартиру переехать. Хочу квартиру переехать в Питер. Я за ней, да. Ну, в планах у меня развить писательские навыки. О, вы еще и пишете. Надеюсь, у нас ситуация в стране стабилизируется. Ковновирусом или вообще в целом? Вообще в целом. Жду, что будет так же все хорошо и немножко получше, чем в этот раз. Ну, все-таки с верой, короче, в том, что вы станете металлургическим магнатом. Может быть. И вспомните меня, естественно. Конечно. Если что, вы созвоните. Денег побольше. Денег побольше. Клиентов побольше. Надеетесь, что все-таки и дача будет ходить? Надеюсь. А может и не будут. А может и не будут. Я надеюсь, все равно все будет хорошо. Ну, вот и все. С вами был я, Мир Коздравич. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok